Мы с вами сформулируем 3-4 идей, которые объединят всю Россию. В России шестой год подряд снижаются реально располагаемые доходы. Кто несет ответственность за снижение доходов населения? Правительство. Мы выдвигаем с вами лозунг «Правительство в отставку», потому что ни в одной стране мира не будут терпеть 6 лет правительство, при котором экономика не растет. Второе. Исторических наук и политолога. Здравствуйте, Валерия Дмитриевна. Добрый вечер, Татьяна. Владислав Калмогоров снялся с выборов. Еще вроде особо ничего не началось, но вот кандидат в Мосгордуму от КПРФ сегодня заявил о том, что снимает свою кандидатуру. Признался, что на него надавили из-за того, что его в рамках стратегии умного голосования поддержал Илья Яшин, которого не зарегистрировали. Калмогоров признался, что ему пригрозили раскрытием сведений о его судимости, которая, как сам Калмогоров утверждает, давно снята, но в итоге пригрозили снять им с выборов, он решил сам сняться. Как вы думаете, можно ли это расценивать как правильное, так называемое умное голосование? Как подтверждение эффективности умного голосования. Или нет? Честно говоря, я не уверен, что это можно расценивать как подтверждение эффективности. Я бы скорее использовал другую оценку. У страха глаза великий, а тем более фамилии Яшин и Навальный, они очень токсичны. Если они с какими-то фамилиями рядом употребляются, вы слышите, что Яшин поддержал, то, значит, человек с точки зрения власти уже замаран репутационно, и надо бы этого человека никуда не пускать. Теперь, что касается самого умного голосования, если мы рассматриваем это, это всё-таки технический приём. Технический приём, в принципе, разумный. Поскольку он в стерильных условиях, в условиях, допустим, равной конкуренции, равного доступа к избирательной системе, позволил бы, наверное, добиться нужного результата. Но на пути реализации этого приёма встают очень серьёзные препятствия. Значит, первое, вы должны людям объяснить, что это такое. Второе, вы должны их убедить, чтобы они проголосовали за кандидата, который может оказаться несимпатичен. То есть здесь упор делается на рациональное поведение людей, а люди вообще-то не очень рациональны, тем более российские избиратели. Третье, а почему мы сбрасываем со счету власть, которая обладает колоссальной возможностью для манипуляции, несмотря ни на какие умные, сверхумные и неумные голосования. И четвёртое, а сколько избирателей зарегистрировалось? Известно, Татьяна? Я не слышал. Я так не скажу. А вот если бы мы с вами знали цифру о количестве зарегистрированных избирателей на сайте, наверное, мы с вами могли судить о возможном эффекте, эффективности, точнее, этой техники. Я бы не стал преувеличивать её реальные возможности. Ещё раз подчеркну, идея сама по себе очень неплохая, но боюсь, что реализовать её не удастся. Какие есть варианты у кандидатов, которые сделали всё для того, чтобы их зарегистрировали? Вы видели, как проходил этот процесс и что в результате никого не зарегистрировали? Вот сейчас что им делать? Это отличный вопрос. Это вопрос о стратегии. Наибольшее количество претензий, которые сейчас выказываются к оппозиции, это претензии к тому, что у неё нет стратегии. Переходить с регионального уровня на общенациональный. То есть выдвигать повестку, которую могла бы поднять отнюдь не только Москву или часть Москвы, а поднять всю Россию. Такая повестка существует. Ну, если мы говорим о политике как о борьбе за власть, то выборы – это главный способ за ту самую власть побороться. И выборы, они в Мосгордуму. Если вы не можете участвовать в выборах, а это уже понятно, что в выборах вы не примете участие в Москве ни при каких условиях, у вас остаются другие инструменты, рычаги борьбы за власть. Подчеркну мирные. Это мирный гражданский протест. Мирный гражданский протест требует некой общей, единой, консолидирующей идеи. Мы наблюдаем, что в разных регионах у всех, ну, как бы, наверное, всё-таки разные проблемы. И чего тут московские политики себе думают, вряд ли интересуют нижние таги. Вот сейчас мы с вами сформулируем 3-4 идеи, которые объединят всю Россию. В России шестой год подряд снижаются реально располагаемые доходы. Кто несёт ответственность за снижение доходов населения? Правительство. Мы выдвигаем с вами лозунг «правительство в отставку». Потому что ни в одной стране мира не будут терпеть 6 лет правительство, при котором экономика не растёт. Второе. Мы с вами что-нибудь хорошее видели от Думы? Мы видели только дурное. И не только мы с вами. Все. Дума поддержала пенсионный законопроект. Значит, мы выдвигаем второй лозунг «роспуск Думы». Третий лозунг «раскассировать пенсионную реформу в её нынешнем виде». Вот три идеи, которые способны объединить всё население Российской Федерации. Значит ли это, что вы предлагаете оппозиционным политикам отказаться от попыток участвовать в выборах? Ни в коей мере. Надо делать то, что возможно, там, где возможно, и так, как это получается. Но если оппозиционные политики хотят добиться успеха, они говорят о том, что нам необходимы свободные конкурентные выборы. Это проблема системная. Она не решается только в Москве. Она может быть решена только на общенациональном уровне. Соответственно, требования должны быть выдвинуты общенациональные. Если говорить о том, что происходит с теми политиками, которые выступили и пытались бороться до последнего и продолжают это делать, мы видим, что против них сейчас применяется такой изощрённый приём. Не припомню, может быть, вы у вас поймите дольше, вы мне сейчас напомните. Но я вот не припомню, чтобы раньше из одного административного ареста сразу переводили в другой. Иногда даже вот как в случае с Дмитрием Гудковым, когда предыдущий ещё даже не закончился. Я такого подлого иезуитства тоже не помню. Этот приём, насколько, как вы думаете, будет эффективным? Ну, все устают. Этот приём, в конечном счёте, окажется неэффективным, поскольку на место одних приходят другие. Посмотрите, заявки на митинги продолжают подаваться. И продолжают неудовлетворяться. Неудовлетворяться. И это очень скверно, потому что власть тем самым выталкивает оппозицию на поле несанкционированных действий. Оппозиции просто ничего не оставят, кроме как идти на несанкционированные действия. Это первое, второе. Власть тем самым выказывает свой собственный страх. А чего вы боитесь? Ну, соберётся 100 тысяч человек, подумаешь, в центре Москвы, на митинг. Значит, власть боится динамики протеста, что мы видим. А протест будет нарастать. Я думаю, что после 8 сентября мы увидим некоторый спад, что вполне естественно. Даже небольшое разочарование. Но уже с конца сентября, начала октября мы увидим новые подъёмы. Таких подъёмов вот в этом году будет, по крайней мере, ещё два. А разве сейчас мы уже не наблюдаем спад? Я бы сказал, что это поиск новых форм и методов. Потому что испробовали санкционированные акции, испробовали несанкционированные. Пытаются нащупать баланс и пытаются нащупать какие-то новые формы, методы воздействия. В конечном счёте власть ведёт себя глуповато, она не оставит ничего, кроме как несанкционированные акции. Значит, будут несанкционированные акции. Очень многие говорят, что они готовы выходить, но только на акции согласованные. Потому что всё же кадры, на которых видно, как ОМОН избивает людей, они не могут оставлять людей равнодушными. Всё равно кто-то да боится. И, конечно, вот это вот дело, когда абсолютно демонстративно говорят, что, ребята, это всё теперь называется массовые беспорядки. Вы сейчас все, значит, на 8 лет куда-нибудь уедете. Совершенно верно. Это сознательная стратегия, нацеленная на то, чтобы запугать людей, вызвать у них ужас. Совершенно верно. Но не все боятся. Не все боятся, и несанкционированные акции будут пользоваться поддержкой. Потому что здесь ещё очень важен контекст. А люди ведь в августе были просто в ярости. В ярости, потому что на их мнение мы подписались за определённых кандидатов. Взяли и плюнули. Не просто плюнули, сказали, да вас вообще не существует. Вы никто и ничто. Уверяю вас, власть нам предоставит достаточно возможностей для того, чтобы мы снова пришли в ярость. И с каждым месяцем таких возможностей, поводов и предлогов будет становиться всё больше. Если вам ничего не оставляет, кроме как выходить на улицу и протестовать таким образом, вы будете выходить и протестовать таким образом. Таких людей в Москве и других крупных городах достаточно в Российской Федерации. Это отпуск съездили? Я съездила на неделю, вернулась и опять пошли все эти акции, на которых я работала. И у меня как бы отсутствие... Ощущение отпуска у меня закончилось примерно на третий день. Понятно. Вот. И просто мы ещё с Сашей работаем на утреннем эфире. Потом что-то происходит, нас просят поработать пятый день. На шестой день мы идём, работаем как корреспонденты в поле. И, ну, то есть это какое-то ощущение перманентного движа. Очень это, очень изматывается. Эмоционально. И мы продолжаем у микрофона Татьяна Фельгенгауэр, Валерий Соловей. Сегодня мой гость по поводу согласованных, несогласованных акций. Как вы видите, каковы перспективы этого дела, которое называют московское дело? Потому что там сейчас у части фигурантов 212-я куда-то делась, статья о массовых беспорядках осталась 318-я. Но, тем не менее, всё стремительно отправляют в суд. Хотят до 8 сентября показательно кого-то наказать? Да, хотели бы. Есть две точки зрения среди тех, кого мы называем элитой. Точка зрения лидеров силовой партии. Кстати, не все даже силовики её разделяют. Она состоит в том, чтобы подать жёсткий урок. Показательно. Запугать. И противоположная точка зрения, которая условно выражена чемизом, это не либеральная точка зрения, а более прагматичная. Что если люди выходят, у них, наверное, есть какие-то серьёзные основания для этого. Они испытывают сильное раздражение. И лучше бы нам предоставить им какие-то возможности для реализации своих эмоций, для реализации своей политической воли. Как не очень понятно, вот эти две точки зрения сейчас конкурируют. Решать, какая из них возьмёт вверх, будет лично президент Российской Федерации. Для тех, кто, как Вы говорите, был в ярости, и кто готов выходить на акции, даже если они не согласованы, важно ли для них наличие условного политического лидера? Это крайне желательно. Это на самом деле крайне желательно, потому что есть люди, которые пользуются авторитетом. Это не обязательно политические лидеры. Это те, кого бы назвали лидерами общественного мнения. Вот Соболь очень быстро превратилась в лидер общественного мнения. Очень быстро, буквально в течение месяца. Правда? К её мнению переслушиваются. Но это могут быть люди из другой сферы. Если они говорят, что мы поддерживаем, мы выйдем сами, то на их мнение будут ориентироваться очень многие. А организация сейчас не является абсолютно необходимым. Тем более, если протестующие взяли де-факто на вооружение тактику мобильных протестов. Они группами передвигаются. Растягивая тем самым ОМОН, Российскую гвардию. И это очень эффективно работает. Это, в принципе, копирование тактики жёлтых жилетов в Париже, где не могут обнаружить лидеров и организаторов. Ну, только не бьют в витрины и не поджигают ничего. Да, у нас это всё исключительно вегетариански. Исключительно вегетариански. Это наши люди настолько законопослушны, что это даже отреп вызывает. Но власть же, как по привычке, говорит, что вы тут выходите на улицы, а мы сейчас заполним эти улицы своими. И тут вот на Медузе буквально на днях прочитала, как на завтрашний субботний митинг на проспекте Сахарова и бюджетников опять свозят. Да, я знаю, ряда госкоопераций. И массовку и прочее. Да, совершенно верно. Но зачем? Зачем это? Для самоуспокоения или для чего? На самом деле для картинки. Надо показать, я не знаю, правда, кому. Я думаю, показать зрителям телевизора, что вот смотрите, как у нас любят, обожают президента и Собянина, что люди по зову сердца в субботу вышли, чтобы их поддержать. Вы знаете, в 2012 году, помните, когда появилось мероприятие, названное очень точно Путингом на Поклонной горе? Это работало. То есть вот та картинка, она сопоставлялась с картинкой митингов на Болотной, на Сахарова. И она, в общем, создавала впечатление преобладания официальной позиции. Но сейчас это абсолютная чепуха. Более того, я знаю, что тогда свозили людей самолётами, везли, допустим, из Красноярска. Там были разнарядки по корпорациям крупным, не только государствам, но и частным. Сейчас я знаю, людей вынуждают из госкорпорации выходить. Отношения другое в целом. Контекст очень изменился за 7 лет. Если в 2012 году Путин действительно был общенациональным лидером для, по крайней мере, подавляющей части общества, ну или значительной, то после пенсионной реформы путинское большинство рассыпается буквально на глазах. Мы имеем уже другую Россию. Психологически мы с вами сейчас живём уже в другой стране. И вот эта психология, изменившаяся, она в августе начала проявляться в Москве. Но ведь есть не только в Москве, есть в Ингушетии, протесты в Ингушетии. Они, в общем, не затихают. Есть ШИИС. И не... Они находятся, они просто... Нет, даже не клеят уже. Нет, там есть очень серьёзное оппозиционное настроение. Другое дело, что там новый лидер, да, и какая-то пауза. ШИИС, который год сопротивляется. Помните, что было дело Голунова, казус Голунова, да. Что этому предшествовало? Это выступление в Екатеринбурге. Новое политическое поведение формируется на наших с вами глазах. Но и в деле Голунова, и в истории с Екатеринбургом борьбой за сквер нету политических требований. Люди против несправедливости или люди против того, что их даже ни о чём не спросили? Вы правы. И как раз пришло время, сейчас очень хорошее для этого настало время, чтобы переходить к общенациональным политическим требованиям. Причём они не будут подаваться как политические. Они будут подаваться как общегражданские. То, о чём я говорил. Если снижаются наши доходы, кто в этом виноват? Кто отвечает за экономику? Правительство Российской Федерации. Кто принял закон о пенсионной реформе, который обокрал людей в прямом смысле слова? Миллионы. Парламент Российской Федерации. Вы защищаете свои базовые экономические интересы. Власти защищают себя с помощью вооружённых дубинками сотрудников полиции и Росгвардии. Но как только протест примет более масштабный характер, что произойдёт? Вот сейчас, чтобы контролировать ситуацию в Москве, сюда связали ОМОН со всей европейской части России и частью Урала. А теперь представьте себе, что такого сорта протесты, пусть не очень масштабные, но тем не менее более-менее постоянные, проходят в несколько полутора десятков городов. Никаких сил, никаких полицейских сил на предотвращение протестов не хватит. Никаких дубинок. Вы сами говорите, что протесту необходимы лидеры. Неважно, политические или это будут просто лидеры общественного мнения или ещё кто-то. Вы знаете каких-то региональных лидеров, которые готовы за общегражданские какие-то ценности позвать людей? Да, я знаю таких людей. На мирные акции, подчеркну я. Это очень, естественно, мы говорим с вами о мирном протесте, мирном ненасильственном протесте, безусловно. Да, я знаю таких людей в Архангельской области, я знаю таких людей в других местах, такие люди есть всюду. Необходим не центр институциональный, то есть появление того, что я называю гражданской коалицией. Когда в Москве, Москва это ключевой коммуникационный центр Российской Федерации, выходит группа людей, ну, даёт пресс-конференции, говорит, мы создали общегражданскую коалицию. Вот наша платформа, вот те способы действий, которыми мы намерены добиваться наших целей. Мирное ненасильственное сопротивление, которое привело к успеху, пришло к успеху во многих странах. Мы призываем вас создавать аналогичные коалиции, и мы назначаем первый день общенационального протеста. И каждый месяц проводить день общенационального протеста. Согласовывают, не согласовывают, это уже вопрос второй. Потому что нервный протест... Ну, как один раз побьют, второй раз побьют, закатают, придумают массовые беспорядки. А вот это очень интересно, как только власть начинает прибегать к насилию, она теряет легитимность. Власть, которая теряет легитимность, открывает воронку для втягивания новых слоёв населения. Это очень рискованно начать бить. Вы можете побить здесь, в Москве. А если это будет в Якате, если это будет в Новосибе, если это будет в Челябинске, если это будет в Питере, вы будете бить по всей России, а у вас не хватит дубинок, у вас не хватит полицейских, у вас не хватит ОМОНовцев. Их не так много. У вас даже не хватит, кстати, камер. Даже в Москве не хватит камер. Да уж придумают, наверное, что-нибудь. В стадион? Да, да, ну как бы мировой опыт подскажет. Про поколенческое давайте ещё поговорим. Тут большую очень компанию поддержки развернули в защиту Егора Жукова. И сегодня Высшая школа экономики опубликовала письмо сотрудников. Ну, очень оно такое взвешенное, очень аккуратное. Там, с одной стороны, и называют политический нейтралитет главной ценностью ВУЗа, но и в то же время гражданские свободы. То есть, вне стен ВУЗа, пожалуйста, мы всячески за свободу и прочее. Ну, внутри, конечно, так же. Ну, просто совпало так, что ровно сегодня следствие изъяло из Высшей школы экономики курсовые работы Егора Жукова. Да вы что? Да, они забрали в личное дело и курсовые работы Егора Жукова забрали в Следственный комитет. То есть, ищут вот эти истоки экстремизма. Ну, видимо, вот как в такой ситуации ВУЗ может оставаться... Ну, его же втягивают в политику или нет? Вы абсолютно правы. Вот как общество втягивает в политику, так втягивает в политику профессуру. Я-то очень хорошо это знаю. Втягивает в политику ВУЗСЭВА. Проблема в том, что ВУЗу угрожает очень серьёзная трансформация. И появляется вот это письмо. Те люди, которые вы написали, некоторых из них я знаю, они всё прекрасно понимают. Но они занимают позицию такого прагматизма, что ли, разумного. Они говорят, что надо сохранить хоть что-то. Потому что в противном случае, если в ВУЗе сменится руководство, речь уже идёт об этом, что президенту хотят представить это гнездо разврата, не мракобесия, экстремизма, который нуждается в чистке. Что надо бы сохранить вообще-то хоть что-то. Они пытаются таким образом защитить ВУЗ. Но ситуация их втягивает в политику. Потому что защита политического нейтралитета от них очень скоро потребует участия в политических акциях. Для того, чтобы защитить политический нейтралитет, мы хотим быть политики нейтральными. Вам придётся выходить на акции протеста. И более того, студенчество вообще будет втягиваться сейчас гораздо более активно, чем предшествующие годы, в политическое действие. Потому что в воздухе запахло чем-то новым. И они это очень хорошо чувствуют. Ну, я там человек старого поколения, не просто старшего, уже старого. Вы там привыкли, претерпелись, эти не хотят терпеть. И я их в этом всецело поддерживаю. Ну, слушайте, советский строй жил и жил поколениями, поколениями. Он прожил 3-4 поколения, советский строй. И я могу сказать, что у него был запас прочности, у советской системы гораздо больше, чем у нынешней России. Гораздо больше. Я и сравнивать даже не хочу. Я же прекрасно помню, как рухнул советский союз. Могу сказать, что те люди, с которыми я тогда был дружен и с которыми общаюсь, мне сейчас говорят, что они испытывают те же самые ощущения и чувства, что они испытывали в 90-91 годах. Сейчас сделаю небольшой перерыв. Это особое мнение Валерия Соловьева. Но перед этим еще нужно пройти этап перестройки. Или нет? Не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Это все может происходить в иной последовательности. А вот эта вот революция МНСов тоже нет? Нет. Дело в том, что сейчас демографическая ситуация, не знаю, доля молодежи меньше, чем тогда в Советском Союзе. Но она схожа, ситуация в том, что сейчас забиты каналы вертикальной мобильности для молодых людей. Ну и общий экономический криз, конечно, сокращает возможности. А потом они исторической перспективы не видят. Они хотят увидеть историческую перспективу. Не просто как люди за 60 доживать свой век, да, зная, что лучше уже не будет. Они хотят увидеть что-то новое и участвовать в этом. Я делала передачу для «Дождя» как раз со студентами, абитуриентами и студентами. Ну, они там первый, второй курс, то есть они прям такие совсем… Зеленые. Зеленые. Там один только мальчик 21 года, остальным там 18 лет, одному мальчику 17 лет. И они говорят о том, что мы не за политику, мы не фанаты Навального, мы не за Светова, нам это все неинтересно. Мы за будущее свое хотим выйти, нам же тут как бы жить, а нам все время говорят, что будущего никакого нет. Ну, так означает, что они включаются в политику, потому что барьер на пути будущего – это государство и власть. И они выступают де-факто против власти и государства. И все. А кто их кумиры, это уже не имеет никакого значения. Это процесс втягивания в политику всех слоев населения. Удивительно, как при этом они отбрехиваются от слова «политика». Что боятся, боятся, они боятся, но они занимаются этим, понимаете? Он не знал, что говорил прозой, помните? Они политикой занимаются, это именно политика. Отправь заявку на лукобанк.ру Банк миллионов. КВ Лукобанкау. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. А как вы думаете, до 8 сентября еще раз попытаются закрыть Навального? Если он призовет к участию в какой-то несанкционированной акции, думаю, да. А всех остальных так и будут держать? Там Галямина, Яшин, Удков, Мелов? Ну, совершенно очевидно, что будут. Это такая подлость. Уличная собака, громко кавкарин. Мелочность и гадость. А как вы считаете, что будет после 8 сентября? После 8 сентября власть вздохнет с облегчением. Ну, кстати, 8 сентября будут проходить в форме военно-полицейской операции, по крайней мере, в Москве. То есть будут бойцы Росгвардии, скорее всего, на избирательных участках и в округе. Будут стоять автозаки. А после этого власть вздохнет с облегчением, подумав, что игра сделана. Но на самом деле она только начнется. Но вот эти аресты административные, которые сейчас так длятся и длятся, а все, теперь их будут использовать регулярно? Я думаю, они считают, что они нашли очень хороший способ нейтрализации лидеров протеста. И, как это, давать пожизненное, но в рассрочку, да? Порциями. По поводу судов. Такая примета времени. У медиазоны появилась афиша судов. Там, ну, правда, прямо расписание заседаний по разным делам. У нас много же всяких. Там и театральное дело с Кириллом Серебряником. И дело нового величия. О чем это говорит? И будут ли люди ходить в суд? Это же очень важно. Я думаю, что это будет зависеть от тех личностей, которые вовлечены в судебные дела, от интереса, от медийного освещения. Это очень важно. Многие будут ходить как на работу, считая, что это своим гражданским и моральным долгом. Но само по себе вот это вот вовлечение судов в карательный процесс, это репрессивный процесс, сослужит очень плохую службу в судебной системе, в судебно-правовой системе Российской Федерации. У меня нет сомнений, что судейский корпус будет полностью иллюстрирован. Теперь у меня сомнений не осталось. Просто прекрасная Россия и будущего, она настанет гораздо быстрее, чем кажется. Уже не позже 22-23-го годов судебный корпус будет иллюстрирован полностью. Если говорить об общественном интересе и о том, что есть не так много инструментов для того, чтобы помочь людям, попавшим в эту репрессивную машину, ну, сейчас никто не ходит в суды почти. Как вообще людей заинтересовать? Как им объяснить, что это нужно? К сожалению, придется повторять одни и те же слова, встречать непонимание, нежелание. Нужна в первую очередь финансовая помощь, то есть организация системы финансовой поддержки. И я могу привести хороший пример. Вот ОВД-Инфа, да, очень известная организация, которая вызывает у меня искреннее восхищение подвижнической деятельностью, они в августе собрали рекордное число пожертвований, но сопоставимое с тем, что собрал дождь. Помните, когда он ввел бесплатную онлайн-трансляцию? И это показывает, что люди на самом деле готовы проявлять солидарность в каких-то доступных для себя формах. Они, наверное, считают, что перевести деньги – это менее обременительно с точки зрения затрат временных, чем, допустим, просто ходить в суд. Фонду борьбы с коррупцией тоже перевозили деньги, а теперь откуда-то отмытый миллиард вдруг возникает в уголовном деле. Завидуют. Это зависть. Это просто зависть. Не умеет так фондрайзингом заниматься. Какой-то полковник Захарченко неплохо умел. Ну, он же занимался, я бы сказал, скорее рэкетом, чем фондрайзингом. Ну, это вопрос взгляда на то, что ты делаешь. Ну, адвокат бы оспорил. Адвокат бы оспорил. Да, Татьяна, появятся новые. Солидарность на таком уровне будет развиваться. То есть вот эти вот горизонтальные связи. Горизонтальные связи. Понимаете, вот чем сильнее давление, тем выше качество того материала, который сейчас кристаллизуется. Я это просто вижу. Я вижу, как меняются люди. Я не дали, как вчера говорил с некоторыми из тех, кто сейчас подает заявки. Они говорят, мы будем бороться, теперь бороться до конца. Для нас эта борьба, нас теперь с этого пути не свернут. Я вижу, как меняется настроение. Люди готовы начать, они начали сопротивляться. Пока еще так, пока еще не очень уверенно. Пока не очень организовано, но все придет. Организованность, уверенность и масштаб. Давайте немножко от дел сугубо политических к международной политике. Следим, что за движение. Пока не очень ясно, но, видимо, что-то происходит вокруг обмена между Россией и Украиной. 33 на 33. Писали сегодня коллеги из печатной прессы, что в списках на обмен нет Олега Сенцова, нет Кирилла Вышинского. Но, тем не менее, это серьезный шаг вперед. Имеет ли смысл тут как-то оптимистично на это смотреть? Или это такая ситуативная выгода для Путина? Позиций сдержанного оптимизма – это то, что можно было предвидеть. И мне самому доводилось несколько раз комментировать и говорить, что это, скорее всего, будет сделано при новом украинском президенте. Это омен пленными – это расширение гуманитарного сотрудничества. Но не более того. То есть принципиальные политические и военно-стратегические разногласия сохраняются, и ничто не показывает на то, что они будут урегулированы. Но зато это позволяет украинскому президенту показать, что он, в отличие от Порошенко, чего-то добивается. Равным образом, как и Путину, сказать, Кремлю показать всему миру, смотрите, мы же не какие-то там кровожадные дикари, мы прекрасно договариваемся, мы обмениваем пленных. Если только к нам с пониманием относятся, с подходцами, то мы готовы. То есть имиджево, репутационно – это очень выигрышно, но это все-таки символические жесты. Но есть ли вероятность, что вот это гуманитарное сотрудничество, безусловно, очень важное, оно будет как-то закреплено и может быть даже расширено? Гуманитарное, скорее всего, да. Более того, может быть, будет предпринята попытка, скажем, не сразу, но восстановить транспортные связи, восстановить какие-то экономические связи. Не де-факто, де-факто они так существуют, а де-юре. Но я думаю, что здесь есть предел, дальше которого стороны не пойдут, потому что в противном случае Зеленского обвинят в предательстве национальных интересов. Там общественное мнение на Украине, значит, гораздо больше, чем в Российской Федерации. А Россия, в общем, не будет видеть для себя особого смысла. Ну и понятно, что все эти разговоры про G7, G8, это тоже такая... Ну это очень серьёзное преувеличение, вам честно скажу. Это давнишняя такая западная тактика, они ещё в советское время опробовали, это называется тактика вовлечения. Нельзя всё время давить, нельзя всё время показывать, что мы против, всё показывать. Надо показать русским, что, пожалуйста, мы готовы вас принять, заблудших братьев. Но при выполнении определённых условий, эти условия хорошо известны. И Россия, Кремль это прекрасно понимают. Они сразу говорят, ни на какие уступки мы не пойдём. Вы хотите, вы нас попросите ещё, чтобы мы G8 вернулись. Ну да, это как-то музыка будет вечной. Да, я понимаю, что Макрон хочет прослыть автором стратегической инициативы, что он обаял Путина, что вот вы справиться не могли с Путиным, а я справлюсь. Но есть очень серьёзные ограничения, очень серьёзные. Поэтому я бы не бил в литавры, не посыпал голову пеплом, говоря, что там всё-всё-всё это мелким. Нет, ничего подобного. Хорошо, давайте вернёмся тогда к нашим делам внутренним. Они не связаны с политикой, связаны, наверное, с социальной какой-то вещью. И я даже не знаю, с моей точки зрения, это уже вопрос какой-то морали и нравственности. Хотя, наверное, в вопросе поведения властей оба слова несколько неуместны. Я говорю о том, что происходит после взрыва этой ракеты, про ситуацию в Архангельской области, когда и местное правительство, и высшее руководство страны заверяют нас, что всё в порядке, всё хорошо. При этом нет абсолютно никаких аргументов, которые бы это подтверждали. А есть очень тревожные рассказы местных врачей и спасателей. Ну, если уточню технически, это не ракеты, это ядерная торпеда, по всей дуанной знаменитой. Гибель офицеров на лошарике связана, цвета военно-морского флота тоже с этой историей. То, что мы видим, это извращённый ремейк советского опыта, связанного с Чернобылем. И это яркая квинтэссенция стиля общения власти с обществом. Это ложь. Либо сокрытие полной правды, либо, когда западные контрагенты, не корреспонденты, а контрагенты, там всё было очень серьёзно, начинают требовать. Не угрожает ли это нам? Только тогда, сквозь зубы, российская власть крем начинает садить. Ну, произошла сущая мелочь. Это ложь, это тотальный обман. Ну, это не только ложь, но и, в моём понимании, это ещё и чистое издевательство, когда врачу, у которого нашли цези 137, говорят, да вы рыбу зимную съели. Когда мы с вами говорили ранее, что там люди протестуют, это суть этой политики, это суть всего того, что происходит в России. Это издевательство над здравым смыслом, над моралью, над совестью. Это издевательство над нацией. Естественно, любой человек, сохранивший остатки достоинства, здравого смысла и порядочности, будет протестовать против этого. И сейчас этот барьер стал совершенно очевиден всем. Ну, мне кажется, что это не первый раз, когда такие выводы делают, что ну вот теперь-то уж точно никто терпеть не станет. Ну, как-то раз за разом всё гибче и гибче. Вы знаете, есть предел. И вот сейчас мы подошли к той черте, за которую терпение действительно уже похоже заканчивается. По разным причинам, у разных групп населения. Что здесь совокупность? И снижение доходов, о котором мы говорили. И усталость, отвращение по отношению к этой официальной пропаганде, которая построена на тотальном вранье. На тотальном вранье. И недовольство абсолютной неэффективностью, прогрессировающей неэффективностью госаппарата, который вообще уже ничего не делает. И отсутствием любых перспектив исторических, социальных, экономических. Всё вместе начало сходиться. Вот такое вот стечение обстоятельств. Есть ли сейчас у власти какой-то хороший или не самый плохой манёвр, который был бы эффективным? Конечно, вот... Но реальный только, пожалуйста, реальный. Вы знаете, дело в том, что, к сожалению, манёвр, который был, оказался эффективным, хотя такие сценарии есть, он фантастический. Они все фантастические. А так, те, кто правит Россией, они намерены держаться. Ну, то есть, никаких, даже самых маленьких уступок? Или попытка там урезонить силовиков? Или кто там это всё делает? Нет, силовиков урезонивать никто не будет. Максимум могут сдержать их аппетит и слегка их стреножат. Потому что это единственная, как считают правители, опора, и главная ключевая опора трона. На всех остальных положиться нельзя. Это первое. Второе. Все они питаются опытом Горбачёвской перестройки. Они боятся хоть малейших уступок. С их точки зрения, малейшие уступки обществу – это демонстрация слабости. А если ты слаб, то тебя тут же свергнут. Но их и без этого свергнут. Ну, а как же Чемизов? Вот он же выступил человечным. Человечным – это вот по нашим почти каннибальским меркам. Ну, у вас не больно, у вас не больно. Чик! Ну, да. Да, вы потрепыхаетесь ещё. Давайте. Так хорошо. А конкретно-то что? Что политическая реформа? Давайте говорите, какой будет политическая реформа. Начнёте с малого. Проведите выборы так, как они должны проводиться. Региональные выборы. Вот посмотрим, что они запоют, когда потеряют 4-5 губернаторских позиций. Тогда, наверное, начнут разговоры о том, что вообще-то выборы – это не наш путь. Не наш путь это. Ах, жаль, заканчивается эфир, иначе сказала бы его, что… Ну, не историческое время. Ну, прилrito.